Дню города. Это последний будет отчет в рамке Мариупольской организации. А потом мы станем, документы сейчас готовятся, Пивденно-Схидной региональной организации Национального союза художников, которая будет создана и создается на базе Мариупольской организации. С тем, чтобы оплатить тех художников, которые оказались на территории, которые под контролем на Украине, поскольку прежде они стояли на учете в Донецке и Луганске. А поскольку на сегодняшний день дела стоят именно так, как мы знаем, то и молодые художники, кто работает из этих регионов Донецкой и Луганской области, они будут стоять на учете в Мариупольской организации, которая, повторяюсь, будет называться Пивденно-Схидной региональной. Если все получится, как художникам, которые находятся на неподконтрольных территориях, подавать заявки в будущем? Они уже подают. Это личное заявление художникам. Или от того, кто имеет те самые символы с алкоголем и хотел бы встать на учет. Все равно где-то на учете нужно стоять. Поскольку в последнее время в Мариуполе начинают проходить всевозможные, достаточно интересные проекции, в том числе и связанные с молодыми художниками, то люди уже об этом слышат, знают и очень хотят становиться на учет именно в Мариуполе. Есть информация по количеству примеров этих заявок? Ну вот сегодня у меня информация от художников, которые желали бы поступить и быть на учете в Мариупольской организации, порядка десяти. Дело в том, что это нужны личные заявления, и нужно рассматривать личное дело каждого, чтобы они подтвердили, что у них действительно есть данное количество выставок. Сколько это основной аргумент для поступления.